Друзья, снова добрый день. Красивый домик на Калинина у нас. Общая попытка дополнительного видео такого с комментариями, почему я решил вдруг вернуться, хотя не собирался. У нас жара страшная. Посмотрите, вон что-то надвигается, но это не точно, потому что несколько таких гроз уже раздуло. Все, растащила их, как говорят в народе. У нас, собственно, на Урале есть два режима погоды. Первый режим тебя пытаются выморозить, второй режим тебя пытаются поджарить. Вот, чем он интересен. Среднего режима тут, судя по всему, не предусмотрен. Ну так вот, я решил, что если я уйду и все брошу, и даже буду отдыхать долго, и ничего не буду загружать, от этого никому лучше точно не будет. А вот насчет хуже здесь вопрос открытый. Вот. Поэтому все-таки я не собираюсь выходить из этой темы. Если уж я ее начал, я должен ее продолжать. Теперь еще немного слов о том, чего никогда не говорил, возможно. Может где-то и проскальзывал, но я не рассказывал о своем знакомстве именно с творчеством Олега Зубкова и его команды. Я четыре года назад был в его детище под названием «Сказка». Ну, сказка оказалась очень страшной. Мне это... И сказать, что это мне не понравилось, это ничего не сказать вообще. Там было все ужасно. И запах, и какие-то нечистоты, стекающие с горы там по зоопарку. В общем, медведи в ужасном состоянии сидели. В каком-то КПЗ. Леопарды там сидели в каких-то... Одни в каких-то непонятных аквариумах из оргстекла, очень тесных. Другие, ну, вроде как бы в вольере. А по-хорошему, по здравому рассмотрению это была такая же клетка. Вот. Почему я не попал в Тайган тогда, в 20-м году? Ну, потому что я заболел, друзья, коронавирусом, находясь. На отдыхе в Крыму. И, в общем, я чуть не умер. Да, я мог бы вполне, но... Видимо, я здесь еще нужен. Моя уральская броня оказалась крепче. Чем эта зараза, к счастью. И вот я здесь и снова с вами. Вот так. Закончилось мое знакомство с деятельностью этого товарища. И почему я все-таки делаю на нем акцент? Нет, я буду делать акценты на других нарушителях. Буду показывать всех в сравнении. Теперь касательно сравнения Зубкова и Ричардса. Ну, почему бы их не сравнить? Если один из них живет в Африке, в Саванне, а другой из них живет в России, ну, почему-то считают, что он живет в Саванне. И что работает он с дикой природой. Если они оба к себе ставят одинаковые критерии, то почему их по этим критериям не сравнить? Я не вижу здесь такого этого самого. Какого-то ограничения. Вот. Что я и сделал. И если люди заглядывают только на один канал, а только одним живут, я считаю, что надо им открывать глаза на многообразие мира, чтобы они задумывались. Вот я решил открыть глаза на мой город. Потому что мой город как только не обзывают. Я решил показать, что есть другой город под названием Челябинск. И что все не так однозначно. Это не значит, что я занимаюсь двойными стандартами. Нет, я показываю все так, как считаю нужным. И сравниваю так, как считаю нужным. Могу сравнить для создания гротеска. Могу сравнить для создания юмористического эффекта. Могу сравнить для создания трагического эффекта. Потому что я создаю какие-то эффекты, потому что эти эффекты возникают из сравнения. Так что вот сравнение – это очень важный прием, я считаю. Можно и нужно сравнивать наши сети учреждения Атмосферично так надвигается катаклизм Здесь должен быть магазин Чижик Если я правильно понял, я его не вижу вообще Видимо, как суслик, так-то его не видно, формально он есть Потом мне все более не нравится, чем становится наша зоорганизация Они становятся чем угодно Ну точно не научными, скорее коммерческими И хочу просто постараться, знаете, разрушить все эти мифы, которые они создают о себе Что они влияют на дикую природу, выпускают в дикую природу Не делают все ровным образом наоборот Сколько я могу судить Я вам много чего показывал уже Касательно нашего зоопарка и вообще И думаю, что на этих моделях вы сами можете сделать себе выводы Кто кого спасает И какой на самом деле это несет, так скажем Какое-то имеет влияние на дикую природу вообще Я большого влияния не заметил Я, если честно, вообще никакого влияния не заметил Кроме того, что они берут, когда им надо вообще из животных из дикой природы Чтобы кто-то из зоопарков кого-то выпустил в дикую Друзья, вы знаете такие случаи? Я не в курсе просто Может быть у вас где-нибудь там в центре, я не знаю Где-нибудь в Магадане Или там во Владикавказе Или кто там у вас Многие из-за границы Ну расскажите, как у вас в зоопарке выпускают животных в дикую природу Мне просто это дико интересно Я ни разу нигде такого не видел Выпускают либо какие-то энтузиасты Либо реабилитационные центры Но блин, ни один зоопарк на моем веку На моем, по крайней мере Я где-то читал, что выпустили каких-то там зубров Я не знаю, вот это все Когда-то это было, баранов каких-то там выпустил новосибирский Но это единичные случаи Вот один я вспомнил Больше ничего не могу вспомнить Хоть ты, блин, хоть треснет Вот я свои наблюдения буду производить в любом случае дальше Почему? Да хотя бы из спортивного интереса В первую очередь, правды ради А не только из интереса какого-либо Так что вот Небольшой ответ На некоторые из комментов ваших Которые я сегодня прочел Если кто-то еще что-то хочет спросить То, конечно, спрашивайте Я хочу сделать эфир Но, понимаете, я не люблю формат этого Многочасового бла-бла-бла Все эти стримы, как они сейчас называются Я не вижу в этом смысла Формат очень тупиковый на самом деле Мало он чего позволяет решить, по-моему Да хотя бы потому, что никто такой метраж смотреть не будет практически потом Все это благополучно забудется, как сотрясение воздуха Вот хотелось бы, чтобы оно не забылось Всем спасибо 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 Спасибо